Часто люди, только начинающие знакомиться с трансерфингом, сразу задают вопрос, а как долго и сколько раз визуализировать, чтобы мечта сбылась? Но трансерфинг – это не ритуалы в стиле «отпусти в небо шарики, и твое желание исполнится». Эта философия жизни со своими принципами, проникаясь которыми, ты уже не сможешь вернуться в свое прежнее спящее состояние. Ты начинаешь понимать причинно-следственные связи событий в своей жизни и начинаешь управлять реальностью. Принцип 1. Помните, что мир, как зеркало, отражает ваше отношение к нему. Если вы убеждены, что все самое лучшее в этом мире всегда достается кому-то другому, то тогда вы так и останетесь ни с чем. Если жизнь представляется вам полосой препятствий, в которой постоянно нужно с кем-то бороться, то и это станет вашей реальностью. Но стоит вам проникнуться мыслью, что в мире хватает блага для вас, а все ваши цели реализовываются легко, и вы с удивлением заметите, что это тоже становится правдой. Представьте, что мир постоянно задает вам загадку. Угадай, какой я? Добрый? Наполненный счастьем? Или злой? Несправедливый? И в зависимости от вашего ответа, он становится таким лично для вас. Любой ваш ответ станет правильным. Вы формируете слой своего мира, образом своих мыслей. Стоит также помнить, что зеркало мира всегда реагирует с некоторой задержкой. Ваша цель не реализуется моментально. Изображение в зеркале проявляется постепенно. Нужно иметь терпение. Принцип второй. Хватит быть в позиции жертвы. Возьмите на себя ответственность. Многим наверняка знакомы люди, которые все время жалуются на жизнь, но при этом не хотят ничего менять, считая, что во всем виноваты другие, а от них самих ничего не зависит. Человек перекладывает всю ответственность на других и, жалуясь на судьбу, подчиняется любому влиянию извне. Вспомним слова Вадима Зиланда «Если вы не управляете реальностью, она начинает управлять вами». Для того, чтобы это не допустить, нужно взять на себя ответственность. «Все, что происходит со мной, что бы я ни делал, как бы я ни поступал, есть результат только моего выбора, осознанного, либо безотчетного, но моего. Только я сам хозяин своей судьбы». Принцип третий. Позвольте себе быть собой, а другим быть другими. Позволить себе быть собой – значит принять себя и полюбить, сбросить навязанные вам эталоны и стереотипы. Позволить другому быть другим – значит снять с него проекции своих ожиданий. Это универсальное правило дает возможность обрести внутреннюю свободу и выбросить из своей жизни много проблем и конфликтов. Принцип четвертый. Снести важность и отпустите хватку. Важность – это избыточный потенциал, который вызывает ветер равновесных сил, которые, в свою очередь, пытаются притушить нарушителя баланса энергий, то есть вас – рассерженного и обеспокоенного. Избыточный потенциал рассеивается в действии. Двигайтесь к своей цели, совершайте конкретные действия, но при этом не хватайте свой мир за горло. Не требуйте, не торопите, не настаивайте. Просто живите и спокойно занимайтесь своим делом. Ослабьте хватку, доверьтесь миру, и тогда все двери сами распахнутся перед вами. Принцип пятый. Соблюдайте принцип координации намерения. Принцип координации намерения, а в техниках Тафти он известен как принцип пользы, заключается в том, чтобы каждое событие рассматривать через призму выгод, даже если на первый взгляд оно кажется негативным. Рассматривайте любой исход, даже если он отличается от желаемого, как наилучший для вас в долгосрочной перспективе. То есть если что-то получилось не по вашему плану, то это не поражение. Возможно, мир повел вас другим путем, тем самым уберегая от больших проблем. Помните, что бы ни происходило, все идет как надо. Все хорошо, а будет еще лучше. Пусть это станет вашим девизом, и тогда ваша реальность очень преобразится.